Приветствую всех зрителей и гостей канала Кэп ТВ Франции. Я созрел. Не хотел я долгое время сомневался по поводу того, чтобы делать ролик на эту тему, но все-таки созрел и много очень вопросов задавали мне на эту тему. Несмотря на то, что у меня канал в принципе пока еще небольшой, зрителей не так много, но при этом вопросов такого плана, о которых пойдет речь, задается очень много. Я представляю, честно говоря, что там творится у людей, у которых там 100 тысяч, 500 тысяч подписчиков. Там, наверное, просто жесть, сколько вопросов. И в принципе решился я, сегодня я вам отвечу. Буквально там я себе собрал три вопроса, я обобщил. То есть как бы в принципе все задают практически идентичные вопросы, я их просто собрал в кучку. Вот последний человек, который мне задал снова эти вопросы, он меня сподвиг, в общем-то. Я подумал и решил снять видос. В общем, поехали. Начнем с довольно распространенного вопроса. Это какую визу вы делали, чтобы оказаться во Франции. Визу я делал, виза у меня была на момент приезда, виза у меня была категория С, если я не ошибаюсь. Называется много... как же она правильно называется? Многоразовая виза категория С. По-моему, как-то так. То есть на год эта виза была с возможностью многократного посещения. По-моему, три месяца максимально, три месяца в год единоразового нахождения во Франции, ну вообще в Шенгене, я имел право. Хотя нет, во Франции все-таки, насколько я помню. То есть, понимаете, три месяца это единоразово. Либо я приехал вот, три месяца подряд пробыл, все, в это полугодие я больше не имел права приезжать. Мне надо было дождаться, чтобы прошло еще три месяца, и потом я мог еще на три месяца приехать. Либо же я мог приезжать на месяц, там, допустим, месяц здесь во Франции, потом месяц вернулся, побыл, снова через месяц. Ну так, вы понимаете, я думаю. То есть это, в принципе, это обычная виза. Распространенная, не какая-то там особенная. И что? И да, и вот последний раз я приезжал именно по этой визе. Теперь у меня ее, естественно, нет. У меня и паспорта нет, паспорт я сдал, поэтому... Теперь у меня ни визы, ни паспорта нет, но они мне уже и не нужны, по большому счету. Вот. Что еще добавить к этому можно? Я ездил сюда до того момента, как я последний раз приехал сюда и уже больше отсюда не уезжал. Я приезжал во Францию относительно много раз. Поэтому, в принципе, у меня до этой годовой визы были еще самую первую, по-моему, самую первую шенгенскую визу я открывал сроком на 3 месяца. Это была самая первая шенгенская виза. Потом, по-моему, еще 3 месяца. В общем, я уже не помню сейчас. Но суть этой. Это и не столь важно. Давайте дальше пойдем. В принципе, я думаю, с этим вопросом понятно. Он, на самом деле, не столь важен в общей теме того, как переехать в Европу, либо конкретно во Францию. То есть, по какой визе вы сюда приезжаете, это не столь важно, насколько мне кажется. Далее еще задают такого плана вопросы, как получить статус беженца во Франции. У меня статус беженца, и поэтому, собственно, мне задают такие вопросы. Получить его... Ну, наверное, нужно быть, на самом деле, беженцем. Это такой, как бы, простой такой, знаете, ответ с задранным носом. Наверное, типа, нужно быть беженцем. Но, на самом деле, все прозаичнее. Получить его можно, приехав сюда и подав документы в ОФИ или ОФПРА. Я их все время между собой путаю. Ну, это именно ОФПРА, по-моему. Именно... Или ОФИ. Извиняюсь, я тут забыл. Ну, вы не ошибетесь. Когда вы сюда приедете, допустим, вы обратитесь куда угодно. В мэрию, например, либо там, ну, куда угодно. В любое государственное учреждение. И вам скажут, что дальше нужно делать. Поэтому, в принципе, по этому поводу особо переживать не стоит. Если я вам сейчас не совсем правильно скажу название. В общем, в эту службу я подал свои документы с прошением политического убежища во Франции. Вот и все. Потом, после того, как я подал документы, прошло около двух, около двух или трех месяцев. И после этого я получил вызов на интервью. Такое приглашение, или как сказать. На интервью в Париж. В глав... в головной офис там этой конторы. И там, в общем-то, проходило то самое-самое важное интервью. На котором вас... с вами разговаривают. С вами... Если вы не знаете языка, могут предоставить вам переводчика. Если вы знаете... Ну, в общем, по вашему желанию. Если вы знаете язык, вы можете без переводчика напрямую. С работником... С тем, кто будет брать у вас интервью. И, в общем-то, вот это самая главная часть всего этого. Вас... вы должны полностью рассказать, полностью объяснить свою ситуацию. Что, как и почему. Что вообще из себя представляет... Беженец, скажем так. Вы должны убегать от чего? Самое главное, это... Угроза вашей жизни. Вы... если... Если вам угрожает что-то... Вашей жизни что-то угрожает в вашей стране, то, собственно... Это вы и должны объяснить. Это вы и должны доказать. Я вам хочу сказать, что... Это интервью... Интервью, так оно, конечно, слишком мягко звучит. На самом деле, это можно даже назвать... В каком-то смысле допросом. Но таким, конечно же. Корректным, культурным, нормальным. Без там... Лампы в лицо вам не светит. И вам никто воду не льет... В рот, например. Это культурно, но при этом это очень напряженно... Психологически, я бы сказал. Довольно-таки профессионалы там большие работают. Они и психологи, они и... Может быть, даже какие-то следователи в каком-то смысле. Они все видят, они все прекрасно понимают. Понимают, когда вы врете. Понимают, когда вы говорите правду. Вплоть до того... Они еще и очень хорошо готовятся, прежде чем вас пригласить. То есть, они... Вы, конечно же, когда вы подаете заявление, вы уже описываете сначала на бумаге вкратце вашу ситуацию. Описываете, что, как, к чему. Естественно, они перед тем, как вас позвать, они читают, знакомятся. Если что-то там нужно, они ищут. Очень много информации ищут где-то там у себя по своим каналам. То есть, вплоть до того, что могут задать вам совершенно неожиданные вопросы. Например, как звали соседа, который жил с вами на улице. Либо как называлась улица, на которой там был. Ну, то есть, понимаете, это проверки. По большому счету, это и есть проверка. Многие люди ведь туда не все честные. Идут честные, на самом деле, у которых проблемы, у которых все так, как есть. Есть очень много приезжих, которые просто выдумывают, врут и говорят, что они были там-то и там-то в таких-то и таких-то условиях. А на самом деле, они там могли никогда и не быть. Ну, собственно, поэтому там проверка довольно тщательная и это довольно напряженно психологически. Что еще важно? Это вот самый важный момент. Пройдя вот это интервью, вы возвращаетесь. У вас в это время, во время ожидания вот этого решения, скажем так, вам выдаются так называемые во Франции, смешно называются, ресеписы. Это такая бумажечка, документ, который вам дает право легального нахождения в стране на какой-то срок. Срок там варьируется. Кому-то могут месяц сдать, кому-то три месяца, кому-то, может быть, полгода бывает. В общем, по-разному. Если даже заканчивается этот срок, но вам еще не прислали приглашение на интервью, например, или никакого решения вам не прислали, то эту бумажечку вы просто в мэрии меняете на еще какой-то определенный срок и находитесь легально в ожидании. То есть тут такая ситуация, что есть многие люди во Франции, например, которые по полгода, по году, а насколько я, если мне не изменяет память, то я, по-моему, встречал одного человека, который говорил, что он вообще пять лет даже ожидает. То есть постоянно там, или, а, нет, возможно, я ошибаюсь. Возможно, им присылают отказ, они подают по новой там что-то. Вот таким образом тоже очень многие живут здесь долго. Им присылают отказ, они снова подают, как бы, апелляцию, да, снова подают какие-то, дополняют, новая информация, дополняют свои данные, свою историю вот эту важную. И французы, они обязаны опять это пересматривать. И таким образом здесь очень многие живут очень по-долгу. Я же говорю, вот есть один человек, который пять лет даже, по-моему, он здесь находился, и все время он подавал по новой, там, ждал. И плюс, к тому же, у меня, например, в моей ситуации очень недолго, ну, в нашей ситуации, потому что я не один был, я с женой и сыном был, и вот в нашей ситуации нам пришлось ждать ответа крайне мало. Чуть-чуть больше месяца всего лишь прошло. Это многие удивляются, кто здесь вот там, армяне, чеченцы вот у нас там спрашивали, которые здесь живут уже долго, но еще не получили позитивного ответа. Они вот спрашивали, например, сколько, а мы вот ждем там полгода, другие ждут еще дольше. И некоторые ждут даже просто после первого интервью, или после единственного, насколько я знаю, интервью оно единственное, хотя вот тут я не буду утверждать. После первого даже интервью есть люди ждут полгода, например, ответа никакого. То есть ни позитива, ни негатива вообще не приходит полгода, там, какие-то рассмотрения идут, или я не знаю. В нашей ситуации всего лишь месяц, и мы получили позитив. Вот как-то так. Почему я, собственно, я хочу обратить внимание, почему я не хотел снимать этот ролик, и почему я, в принципе, отношусь довольно-таки негативно к тому, чтобы такие вещи вам рассказывать? По той простой причине, что, как мне кажется, смысла особого в этом нет. Ну да, может быть, если просто для интереса, для себя послушайте, вот как там у кого что-то получалось, да, может быть, это интересно. Но как помощь, как какая-то мотивация, или как какой-то план, как действовать вам, мне кажется, это плохая затея, потому что я уже говорил в другом своем ролике, который называется «Как переехать во Францию», я уже там говорил, что у вас по-любому, как ни крути, даже если вы очень-очень схожая у вас ситуация, у вас все равно получится в итоге по-другому. Все будет происходить чуть-чуть по-другому. И результат, соответственно, может быть тоже другой. Поэтому, мне кажется, такие вещи, ну, они мало пользы приносят, на самом деле. Ну, тут уже ваше дело. Если вы смотрите, наверное, вам нужно смотреть. И, пожалуйста, я, по крайней мере, свою историю я могу вам рассказать. А уже принесет она вам пользу или нет, это уже от меня не зависит. Значит, вот это основная вещь. Пару основных вещей я сказал. Еще есть часто вопрос о сколько нужно денег. Сколько, какие средства нужны для того, чтобы переехать. Опять-таки, здесь ответ будет, в принципе, такой же. Все зависит от разных факторов. У всех по-разному. Элементарно, понимаете. Вы можете ехать сюда на автобусе, как вот у меня есть ролики, да, когда... Но это, правда, не последний раз, когда я сюда ехал, и мы на самолете уже летели. А были ситуации, когда я приезжал сюда на автобусе. У меня даже есть видео по этому поводу. Из Украины во Францию я ехал автобусом через Венгрию, Италию и... Нет, Венгрия, Италия, Франция. А есть еще другой рейс. Я им в 2003, по-моему, или... В общем, тогда давно я еще ехал, был другой маршрут через Украину, Польшу, Германию и Францию. Ну, в общем, есть вариант. Я к чему? Вы выбираете, например, этот способ, да? Он будет стоить, там, 150 евро, например. Автобусный вот этот переезд 150 евро. Согласитесь, разница есть. Если вы выберете автобус или выберете самолет, естественно, самолет дороже. Хотя, опять-таки, бывают там какие-то хитрые штуки, хитрые какие-то горячие. Я точно в них не шарю, не знаю, там, как они называются. Но бывает такое, что и самолет даже дешевле, чем автобус может быть. То есть, все это относительно, все это зависит от каких-то факторов. Как у вас получится. Поэтому какую-то сумму здесь назвать, даже приблизительную, довольно сложно. По большому счету, ну что, чтобы узнать, сколько здесь квартиру, там, за квартиру платить, это вы, надеюсь, будете смотреть мои ролики. Я в них иногда рассказываю. Или вы можете задать вопросы, я на них отвечаю, да? То есть, все это известные такие факты. Ну, не знаю, не знаю. Я даже приблизительной суммы не могу назвать. Мне, конечно, было проще в этом отношении. Нам было проще. Потому что, это вот, кстати, важный момент. Я еще не сказал. Почему, опять же, моя ситуация отличается. У меня здесь мать живет уже довольно давно. Больше 10 лет она здесь живет. И вот, собственно, именно по этой причине мы поехали сюда, во Францию. Не жила бы она здесь, возможно, я бы, не знаю, возможно, я бы в Луганске до сих пор был. И неизвестно, как бы там, что, как бы у меня сложилась судьба. Понимаете? Все, каждый маленький фактор, он влияет. И, наверняка, многие, конечно, сейчас, ааа, ну тогда все понятно, у него мать. На самом деле, это дает, конечно, бонусы, но не, я бы сказал, не в отношении того, чтобы получить документы. А просто, да, действительно, проще тебя могут встретить. Если у тебя есть родственники или знакомые в этой стране, то, конечно, так проще. Тебя могут, во-первых, встретить, могут приютить, могут что-то показать, объяснить, например, если долго живут, то могут язык, знают что-то, где-то могут перевести, помочь. Естественно, это полезно, это помогает, с этим проще. Но это не дает никаких абсолютно привилегий в получении документов. То есть, только если вы, вам до 18 лет, и это ваш прямой родственник, то, да, может быть, там, как-то можно присоединение семьи какой-то, но если вам больше 18, то можно забыть об этом, мне это никаких больше привилегий не дает. Вот. Это сказал. Я водкаю постоянно, каждый раз. Вот. Но мне, потому что я очень хотел сделать этот ролик таким кратким, емким и сказать более четко, но, как всегда, у меня с этим проблема. Уж сейчас-то и тем более. Сейчас я практически не разговариваю ни с кем на русском языке, и немножко уже мозги как-то так подтормаживают. Так, по поводу суммы сказал, по поводу визы сказал. Что еще? Да, в принципе, вот это три тех самых основных таких суммированных вопроса. Как я сюда приехал, как статус и сколько приблизительно денег. Бывает еще, мне просто бывает задают вопросы, которые, ну, я, честно говоря, знаете, я над ними часто подшучиваю. Вообще, на самом деле, вот на эти вопросы я уже даже немного устал. Как текст, там, но больше печатным. Потому что я там, да, мне пишут, я должен... Причем пишут иногда там вопросы, звучащие очень элементарно, не четко, и как-то даже не очень хочется на них отвечать, но поскольку я вот такой, в общем-то, как мне кажется, стараюсь быть человеком культурным, я стараюсь и отвечать. Но бывает вопрос, когда там просто «А как ты переехал? Как ты приехал во Францию?» И все. Ну, как ты переехал? Я в таких случаях иногда там отшучиваюсь, там, удачно, например, или там на самолете прилетел, ну, знаете. То есть я понимаю логически, что человек хочет узнать о другом, но, соответственно, если хочет узнать о другом, надо и задавать более конкретно вопросы. Но теперь я очень надеюсь, что теперь вопросов этих будет меньше, или как минимум я теперь смогу просто давать ссылку на этот ролик, и мне будет проще ответить, скажем так. Я очень надеюсь, что это более-менее такой удовлетворительный ответ, чтобы более-менее представить, что и как у меня произошло, и в то же время понять, что в принципе то, что вы от меня сейчас узнали, вам поможет, ну, ненамного. В большом счету, в том ролике, как мне кажется, я почему его и делал, в том ролике, который называется «Как переехать во Францию», в нем гораздо более важная информация. именно вот та самая мотивация, она гораздо важнее, чем даже вот то, как я там себе статус получил, или что-то еще. Это все будет у вас здесь происходить само собой, если вы сюда приедете. Самое главное – решиться, собраться силами, эмоциями, там, не знаю, пожертвовать чем-то, что у вас есть, допустим, уже в своей стране, да, как я вот, например, мне пришлось уехать, я практически с собой два чемоданчика взял, там, с какими-то вещами ненужными, и по большому счету, очень много, чего осталось у меня там, и сейчас, на самом деле, нет особых возможностей даже это как-то себе переполучить, в общем. Поэтому, что еще, кстати, немаловажно, я хотел давно об этом в каком-нибудь из роликов сказать, если вы будете ехать, причем ехать не как турист, да, там, зная, что вы съездите сейчас на недельку и вернетесь, а вот именно будете собрались, уже решились, и переезжаете, и собираете какие-то вещи, которые хотите с собой взять, считая, что, ну, как бы, выясняя, что важно, а что нет из этих вещей, то я вам очень сильно советую, вот это прямо, я практически уверен в этом, очень сильно вам советую брать именно те вещи, которые вы ни за какие деньги не сможете купить где-то в другой стране. то есть, речь идет о каких-то, понимаете, семейных там реликвиях, о каких-то фотографиях ваших из детства, там, и тому подобное, то есть, если вы это не возьмете, и вполне может так сложиться, что вот, ну, что-то пойдет не так, и вы потеряете, уже потом не сможете это себе вернуть, то все, вы это ни за какие деньги здесь не купите, свои детские фотографии, например, обратите на это внимание, то есть, там брать какие-то, знаете, айфоны с собой, какие-то шмотки, это все фигня. Да, если тут вы считаете, что это на первое время вам очень необходимо, то, конечно, возьмите это, но в принципе, не старайтесь не, как бы, не думать о ценности этой вещи, а, ну, о том, сколько она стоит, да, а старайтесь думать о том, насколько она важна для вас, и сможете ли вы такую вещь купить в другой стране, потому что, ну, я вот столкнулся с такой, например, ситуацией, когда те же фотографии, они, на самом деле, когда я выезжал, 100% мысли о том, что все, я уезжаю навсегда, такого не было, только потом, со временем, месяц за месяцем, я начинал осознавать, что, возможно, возможно, это уже и точка невозврата, своеобразная, а сейчас так, в принципе, и подавно, вы еще, кстати, когда получаете статус беженца, например, вы автоматически получаете запрет на въезд в вашу страну, в ту, из которой вы приехали, ну, это логично, как бы, если вам там что-то угрожает, и вы об этом говорите, то логично, что вы не можете туда ехать, поэтому, это тоже такой нюанс, сразу себе его учитывайте, если вы считаете, что я вот сейчас поеду, получу статус, и потом все нормально, дадут бумаги, я сразу могу туда-сюда мотаться, нет, не особо, я, правда, точно сейчас не скажу, какие сроки, какие сроки этого запрета, может быть, это 10 лет, почему-то у меня 10 лет крутится в голове, но вполне возможно, это не те, неправильная информация, это какие-то другие 10 лет, в общем, все, мне кажется, я сказал то, что хотел сказать, слишком, сколько там, 25 минут, коротко не получилось, как всегда, но, по крайней мере, я надеюсь, что я ответил на интересующие многих вопросы, мне кажется, 90% зрителей, которые приходят на каналы, вроде моих, каналы про иностранную жизнь, они вот все-таки интересуются этими вопросами, хотя меня это немного расстраивает, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю этих людей, и, ну, то есть, это норма, видимо, так и должно быть, хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы людям было интересно чуть-чуть другие темы, и когда там, я не знаю, я снимаю ролик про Францию, моя первая работа, и на нем есть просмотры, и когда я снимаю ролик, там, про Себастьяна Лёба, или про какой-нибудь мотокросс, и я вижу, что просмотров нет, то есть, конечно же, я понимаю, что какая тема людей больше интересует, никому нафиг не нужен, там, мотокросс, или Себастьян Лёб, французский, а важно то, как человек, переедет сюда, и что-то здесь будет делать, найдет работу, там, то есть, это все понятно, но это все тоже влияет, все, всем спасибо за просмотр, и буду с вами прощаться, увидимся в новых видосах, Бум!